Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Нас смотрит 38 тысяч человек. Вполне прилично для этого времени и для нашей программы. Я напоминаю, что чем больше вы подписываетесь на наш канал во времени эфира, шерите и ставите лайки, тем лучше он раздается, тем большее количество людей его смотрит. Я также нескромно напоминаю вам, что если у вас родится желание поддержать наше дело донатами, это тоже будет очень полезно, потому что мы на вашей донатой в значительной степени живем. И я объявляла, что у нас будет два гостя. У нас действительно будет два основных гостя. Напоминаю, это Владимир Осечкин из ГУЛАГу. Нет, человек, у которого есть удивительные источники, которые его информируют, в том числе о том, что происходит в ФСБ. И я прошу вас не забывать подписываться на канал Владимира и сходить в его Фейсбук. У нас Геннадий Гудков, бывший офицер ФСБ, который давно превратился в самого отчаянного позиционера, одного из самых храбрых и достойных. И был, конечно, вынужден уехать из России. Но первым делом мы дадим слово другому человеку буквально на 3-4 минуты. Это мой добрый друг, американский врач Майкл Миррор, у которого есть свои собственные соображения по тому, чем именно болеет Путин и что именно это значит. И Майкл нам сейчас эти соображения расскажет. Майкл, у вас есть 3 минуты. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Юля. Спасибо, что пригласили. В эти 3 минуты я вам скажу следующее, что, конечно, сказать, болен Путин и чем он болен по телевизору, тем более не зная никакой такой специфической информации, нельзя. На всех видео, если вы посмотрите на телевизионных видео, его снимают, он и выглядит бы ростом. Хотя на самом деле он маленький. То есть, но ясно одно, что он находится в дистрессе, и, возможно, что это просто психологический дистресс. У человека идет война, у него все сыпется из рук. Однако, значит, моя теория основана на том, что предположим, я не говорю, что он болен, но предположим, что у него, так как заявляют, скажем, некоторые и разведки, и некоторые средства информации американские, британские, и уж полно сплетен в российской медиа, и что он болен тем всем. И последняя информация была, что у него возможно, что у него асцит. И это было и в английской прессе тоже. Я подумал, ну хорошо, асцит, значит, ну, возможно, что это результат рака. Действительно. И, значит, там есть несколько типичных раков, которые могут быть сопровождаться асцитом. К ним относится, скажем, рак яичников, которого у него точно нет, правильно? Вот. Рак поджелудочной железы. Как мне показалось, что все-таки асцит – это продвинутая стадия рака обычно поджелудочной железы, и он бы выглядел как кощей, а не вел бы себя как кощей. Все-таки разные вещи. Вот. Значит, остается несколько других раков. Ну, например, еще раз, здесь это просто спекуляция на тему болезни. Значит, рак толстого кишечника и рак печени. Значит, о чем я подумал? Его врачи, которые его обслуживают, я думаю, что они ему врут. Причем независимо от того, болен он или нет. Когда я выдвинул такую мысль, мой там один человек прокомментировал и сказал, врачам, им всем приказано говорить Путину всю правду про его здоровье. Я подумал, наверное, генералам тоже приказано говорить правду про то, что происходит. И все-таки они врут, и врачи врут. И врут они по нескольким причинам. Они, значит, они боятся сказать ему то, что они действительно думают. Предположим, если бы это был рак толстого кишечника, в развитых странах все знают, что в 50 лет делают колоноскопию. И потом, в зависимости от того, что нашли, либо раз в 5 лет, либо раз в 10 лет. Я, так сказать, себе представил такую картину, что ему пришел доктор и сказал, ну, надо сделать колоноскопию. Он сказал, что? Это не по-пацански. Кишку в зад ни за что. И тогда они начали отходить, скорее всего, от стандарта. Ну, не волнуйтесь, мы вам дадим, сделаем эморай. А вот есть еще израильская пилюля, которая делает виртуал колоноскопию. Все будет нормально. И когда вполне, то есть, вполне возможно, что когда чухнулись, было поздно. Просто, попросту говоря, поздно. Он любит, например, мясо, а мясо повышает риск развития колон-кэнсер. Рака толстого кишечника. То есть, я это не исключаю. Технически это может быть. И в завершение просто хочу сказать. Да, у него есть врачи, которые вокруг него ходят. Но медицина современная сильна сегодня не тем, что у кого-то есть какой-то специфический, скажем, маг и волшебник, который все знает. А именно системой. То есть, если у вас есть контора, которая делает наварку колес, вот эта вулканизация колес, они, конечно, могут вам сделать колеса, даже, наверное, очень хорошие. Но компания Мишелин делает их лучше. Потому что это поток, технология, и это делается так, как надо. И медицина сегодняшняя, это тоже конвейер, который не состоит, то есть, он состоит из отдельных блоков, но эффективность его именно в том, что это стандартизация лечения, диагностики. И вот там, где это сделано лучше всего, там лучше всего и работает вся вот эта система. Причем я не говорю обязательно об американской. А все, которые сделаны по подобию американской, возьмите израильскую, немецкую и так далее. Вот. Так что я предполагаю, что есть большая надежда, что медицинское обслуживание Путина не выдерживает критики, независимо от того, чем он болен. Вот. А еще я, как врач, не должен желать, чтобы... Да, ну вот я когда желаю, чтобы они продолжали ошибаться, и делал все неправильно. Я правильно понимаю, что ваша главная мысль заключается в том, что Путину про его здоровье говорили то же самое, что мы говорили про его армию и про то, что его ждут в Украине. Именно. Ну, конечно, он нервный, у него невротические переживания. Ну, зачем его расстраивать? Они все это видели. Он ему скажет, что, знаете, мне не нравится, как у вас анализуют. Он начинает желваками там скривчать. И доктора, скорее всего, проходят через внутреннюю цензуру. Он просто ему это не говорит, так сказать, чтобы не травмировать старика. Ну, что ему там это самое расстраивать дедушку? И они просто ему... Из лучших побуждений. Кстати, я хочу напомнить, что в России, ну, это, я думаю, что это такая культурная особенность, вообще стараются не травмировать пациента плохим диагнозом. То есть, обратите внимание, например, скромно потупив глаза, болезнь называют... У него онкология. Онкология – это вообще не болезнь. Надо говорить специфически. У него рак того-то, у него саркома такая-то, у него лейкемия такая-то, а не просто онкология. Что такое за онкология? А в России, ну, у него там онкология. Какая онкология? Вот, и я предполагаю, что его просто не хотят расстраивать. Миша, спасибо вам огромное. Я думаю, что мы с Мишей Мирером еще не последний раз. У нас есть о чем поговорить с Мишей. А сейчас я, собственно, это была затравка, медицинская затравка и мнение по поводу этой затравки. Я хочу спросить у двоих инсайдеров. Ну, Владимир, начнем с вас. Что ваши источники, включая Windows Change, которые вам периодически пишут разные интересные письма, говорят о здоровье Путина? Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, Геннадий. Добрый вечер, уважаемые подписчики и зрители. И да, всех рад приветствовать. Действительно, очень важная тема, которая сейчас обсуждается. Что у нас есть из информации? Есть ситуация, в которой на сегодняшний день, да и последние более полутора лет находился и находится Владимир Путин. Действительно, его погрузили за последние полтора года в почти такую, знаете, полудобровольную самоизоляцию, в которой он находится. И тот же самый господин Макрон, президент Франции, когда давал интервью с журналистом, он рассказал, что вы должны понимать психологию пожилого человека, который более полутора лет просидел в бункере, ушел на самоизоляцию, он практически ни с кем не общается, ему не с кем поговорить, кроме самого ближайшего окружения. И вот то, что сообщают источники, самое ближайшее его окружение, и мы это видим по кадровым решениям, это его охрана и это его медики. Я не берусь судить, не думаю, что можно сейчас говорить о каких-то диагнозах именно болезни Путина. Я думаю, что тут скорее вопрос не реального диагноза, а вопрос того, что его погрузили в то самое состояние, в котором он, находясь, начал принимать решение, знаете, можно охарактеризовать, как, знаете, решение последнего времени. То есть каким-то образом у него сформировали его собственное мировоззрение, что вот он действительно живет последнее время. Мы не знаем, правда это или нет, мы не видели результаты анализов, и в данном случае как бы негативно я лично к нему не относился, даже врагу нельзя желать каких-то там страшных, всех этих неизлечимых болезней. Так вот, здесь скорее ситуация, в которой он находится под воздействием, возможно, это не медикаментозный способ управления личностью, возможно, здесь речь идет о каком-то нейролингвистическом программировании, потому что действительно в последние годы из целого ряда источников приходит информация, что и в ОФСИН, и в ФСБ действительно есть генералы, которые на протяжении длительного периода времени ездят каким-то шаманом. Я не хотел бы говорить именно об этом сейчас, но действительно там есть люди, которые верят в какие-то потусторонние силы. И тут, если мы вернемся к тому, о чем Алексей Арестович говорил буквально минут 20 назад, я внимательно слушал, особенно последние полчаса подключился, я, наверное, про каннибализм я не готов поддерживать, но то, что какой-то адский сценарий, какая-то бесовщина в целом творятся, это абсолютно очевидно с учетом вскрывшихся фактов целого ряда пыточных конвейеров, которые функционировали и в которых происходили просто самые непотребные вещи и самые страшные преступления, которые себе можно только вообразить. Так вот, сейчас к ситуации, в которой находится Владимир Путин, это действительно человек, который боится смерти, он боится оставаться наедине с какими-то людьми, он всегда в последнее время себя чувствует только спокойно, только в присутствии охраны. И мы пришли к тому, что сегодняшние новости, например, кадровые назначения и помощник президента России по кадровым вопросам в силовом блоке и последнее недавно назначение министра по делам чрезвычайных ситуаций говорит о том, что на самом деле нет никакого кадрового резерва у Путина, нет никакой команды, есть только ближайшая команда именно охраны, кто его охраняет, кто его погрузил во все эти фобии и кто, по сути дела, им управляет, и кого он сейчас расставляет на ключевые позиции. И они, и вот эти вот самые удивительные, если послушать речь того же самого нынешнего министра по делам чрезвычайных ситуаций, который буквально до последнего времени был ФСОшником и носил портфели за Владимиром Путиным, он даже старается каким-то образом повторять своего шефа с мимикой, с интонациями, с какими-то сбивчивыми фразами. И здесь, да, я думаю, что медицина использовалась скорее в качестве усиления вот той самой группы влияния, которая сейчас активно продвигается во власть. То есть, по сути, произошел такой мягкий захват власти, когда от реальных институтов власти все рычаги сконцентрировались только в одной вот этой суперспецслужбе, которой является личная охрана Путина и Федеральная служба охраны. Владимир, это хороший ответ, но вам этот ответ невысокую бы оценку поставили в институте, поскольку вы ушли от темы, а тема – это физическое здоровье Владимира Путина. И мне еще интересно, что скажет Геннадий, какие звуки доносятся из Кремля на эту тему. Я не знаю насчет звуков с Кремля, но я совершенно точно знаю, что резкое обострение состояния здоровья президента произошло в 2019 году. Геннадий, извините, ради бога, по-моему, вы недостаточно громко говорите, не знаю, как слушателям, а мне слышно достаточно тихо. И перед тем, как Геннадий вернется к этому очень важному ответу, я напомню, что это Юлия Латынина и Латынина ТВ, что нас смотрит 37 тысяч человек, что достаточно неплохо, что я прошу вас не забывать подписываться на наш канал, шерить и ставить лайки, подписываться также на канал Владимира. Должна сказать, что к нам опять пришли тролли. Тролли сняли на монетизацию, видимо, написали жалобу, что само по себе не так жалко, но напоминаю, что когда видео без монетизации, оно распространяется гораздо хуже, поэтому, пожалуйста, помогите нам справиться с троллями и, соответственно, поддерживайте распространение этого видео ссылками на него, лайками и так далее. Итак, Геннадий, извините, я возвращаю вам слово. Я вас слышу прекрасно. Если что-то там с моим звуком, это надо там поросить, чтобы подремонтировали. Вот, теперь, значит, по ситуации. Что мне известно? Мне известно, что состояние здоровья президента ухудшилось резко в 2019 году. В 2019 году. И... Нет, всё-таки в 2020, наверное. Нет, нет, в 2019. Да, в 2019, и он ушёл вот в эту изоляцию. Потом это начался ковид. И люди, которые с ним время от времени встречались, поразились разительной перемене в президенте, в его поведении, в его взгляде, в его мимике, в жестах и так далее. Они были даже в состоянии некого шока. То есть, казалось, что Владимир Путин потерял вообще интерес к жизни и, как бы так сказать, всё сдаёт. Ну, то есть, вот если раньше, например, к нему там люди приходили и какие-то решали вопросы свои, и он всё время там... Я с этим поговорю, я тут дам поручения, я там... Это как-то реагировал. То вот те люди, которые с ним встречались вот после его начала недомогания, да, такого резкого изменения состояния, потухший взгляд, очень невнятная речь, что, да, вот этот вопрос надо вам с этим решать, это тебе вот вопрос, это надо с этим решать, как бы такой отстранённости от управления страной. То ли в этот момент было обострение его болячек. Болячки у него есть, болячки у него и были, но они у нас у всех есть болячки, да, в разной степени, у каждого там есть, наверное, свои какие-то проблемы со здоровьем. Сказать там, насколько... Ну, я думаю, что он, наверное, находился в плохом состоянии, возможно, что ему ставят какой-то диагноз, который вывел его из себя. Хотя мне сказали, что дочери его, ну, как бы убеждали, что папа всё будет нормально, новые исследования, новые препараты, новые технологии, всё будет нормально. И вообще он рассчитывает дожить до, как я уже много раз говорил, до цифровой копии, до цифровизации человека. Это есть такая мечта. Это не шутка. Вот, поэтому потом у него где-то в 20-м году в таком не очень хорошем состоянии здоровья находилось. Он почти не появлялся на публике, он резко снизил график встреч, это уже отмечали аналитики, очень много было консервов, очень много было там всяких непонятных вещей в Кремле. Но потом, вот где-то в середине 20-го года, ближе к осени, наверное, состояние у него внешне улучшилось. Внешне улучшилось. Но это не означает, что он вернулся к прежнему нормальному активному состоянию. Вот эти вот большие паузы, малое количество встреч, встречи, огромное количество людей проходили очень длительные периоды вот этой карантина. То есть, большое, огромное количество. И резко ему ограничили, конечно, реальное общение с людьми. То есть, переодетые ФСОшники в виде врачей, медсестерских, ордесс, там, кого угодно, работников администрации. Ну, мы видели, даже в госпитале был один из сотрудников ФСО, который там, ну, хорошо, что он там еще не отдал ему чести, не прошел строй, ему сказал, есть, Верховный Главнокомандующий. Это вот из тех ребят, которые там были, у него якобы встреча была с пострадавшими в Украине, боевых действий. Сейчас, что можно сказать? Я думаю, что у него есть серьезные проблемы. Я не знаю, насколько эти проблемы не позволят ему дальше управлять страной. Но он начинал готовить вариант России без Путина. Он сам начинал готовить своим окружением. И по этому варианту он должен был либо мягко отойти в какой-то такой полуастральный пост. Может быть, он там, показывали бы его там на полчаса, не в месяц. И вот, это был там вот госсовет попытка. Тут два варианта. А он остается, излечивается и активен. Это вот обнуление и усиление полномочий президента. И второй резервный вариант готовиться, что он уходит. Но реально он передавал власть Патрушу, силовому блоку. Если мы возьмем ФСО и ФСБ, кто из них круче, то круче ФСБ. Несмотря на то, что Путин верит только тем, кто рядом с ним, и кто его охраняет, это правда. Тут я с Владимиром полностью согласен. Тем не менее, по функционалу, по влиянию на ситуацию, конечно, ФСБ намного круче, и влияние Патрушева, оно решающее значение имеет сейчас. Оно круче, чем даже армия, которая сейчас воюет и пытается там что-то сделать с Украиной, завоевать ее. Поэтому, сейчас сложно сказать, сумеет он дальше управлять страной или нет. Мы знаем все эти разговоры, все эти так называемые инсайты, мы знаем там генерал СВР, мы знаем там то, что говорит Валерий Соловей. Но вот мои источники, те, которые вхожи были к Путину, они, конечно, отмечали резкое ухудшение состояния президента, 19-20-й, вот резкое. С последующей какой-то, не знаю, нормализацией. Может это время нормализации. Бывает так вот, когда улучшается состояние человека, а потом оно может опять ухудшиться. Ну, в общем, что-то там у него, конечно, происходит. Совершенно очевидно, что у него снижен иммунитет. Это совершенно, вот не ходи к гадалке, это мне все врачи говорят. Потому что вот все эти меры, которые он принимает, это резкое ослабление иммунитета. Это происходит действительно при, как вот критикуют онкологию, тем не менее, онкологических заболеваний различных, когда идут препараты, когда идут химические, когда идут какие-то, может, психотропные для снятия боли. Все это действительно разрушает иммунитет. Я думаю, что, конечно, у него состояние здоровья далеко от идеального, мягко выражаясь. Пока не знаю, сможет он дальше управлять или нет, это уже к врачам. Я знаю, что он действительно бережно относился и относится к своему здоровью. Ну, например, когда он еще там не был в таком состоянии, он чуть ли не каждую субботу пролетал или приезжал в специально построенную для него госпиталь, это целое огромное заведение с вертолетной площадкой наверху, на крыше. И по субботам, как правило, он это делал, если бывало в Москве, проходил все необходимые оздоравливающие процедуры, всю профилактику, для того, чтобы, так сказать, видимо, дожить до времени, когда его там оцифруют, он будет вечный правитель виртуальной копии. Геннадий, ну вот тут вы сказали, я собиралась перейти к другому вопросу, но вот когда вы сказали насчет профилактики, которую он проходил каждую неделю, то тут я сильно задумалась, потому что вот это то самое, что Миша говорил, что дело не в личном госпитале с вертолетной площадкой на крыше, как у императора Уди, а дело в следовании нормальной процедуре, принятой во всем мире. И я лично слыхала про различные вот эти вот московские лечебницы, где лечат чуть ли не понтами, вот этими моралями, но это правда на Алтае, где, в общем, высокопоставленным людям в Государственной Думе морочат кровь всякими панголинами, всякой лабудой, всякой шамбалой, вот вместо действительно того, чтобы сделать нормальную колоноскопию, говорят, но вот мы сейчас тут погадаем на древние китайские иньяни, и чего-то у вас там такое будет, и вот еще это, и вот еще это. А вот тут-то вы не могли бы добавить? Мог бы добавить. У них действительно там вверху, в правительстве, я разговаривал с одним человеком очень глубоко вхожим в это, и он мне как-то говорит, а ты знаешь, у них какая-то моркобесия идет, я говорю, какой моркобесия? Но он называл фамилию, фамилию сейчас называть не буду, он называл, кто там организатор всяких этих. Все это началось с увлечения восточными единоборствами, потом восточными философиями, потом всякими саиментологиями и прочими-прочими, верою в какие-то посторонние силы, в шаманские силы, и это у них очень распространено, и говорит, а ты что не знаешь, они вообще на этом подвинуты. Ну и рассказал, как это все начиналось, как они там собираются, у них там разные группы в правительстве, в администрации президента, ну и президент сам, говорят, что там в Шойгу не просто так по тайге шлялся. Поэтому у них это распространено. И у них там можно... Почему они шаманы-то другом что-то испугались? Потому что они сами во все это верят. Вот я извиняюсь, то есть... Что вот... Это Миша сказал, что там ему вместо колоноскопии может быть какую-то там израильскую процедуру сделали, или МРАЙ. А может там погадали на печени мертвой собаки, откуда мы знаем, и сказали, что все хорошо. Владимир, не хотите добавить? Думаю, что колоноскопии мы тоже делали. Да, если позволите, просто тут два дополнения. Я просто хотел сказать, что действительно в последнее время, в последние годы они там помешались практически все, кто рядом с Путиным. У них есть там движение, там школа долголетия, то есть там у них там правильное питание, всем худеть в срочном порядке. После чего там и Жириновский, все остальные наши вот эти вот политики начали там буквально на экранах там сдуваться в полтора-два раза и так далее. То есть у них, да, действительно, вот года там два, два с половиной назад Крыш поехал на эту тему. Я не знаю. Я понимаю, что... Вот. Ну, а что касается вот тезиса, который Геннадий сказал по поводу того, что ФСБ на сегодняшний день, там, кто сильнее, там, ФСБ или ФСО, я хочу просто здесь сказать, что, конечно, с одной стороны, действительно, у ФСБ сосредоточено огромное количество власти и над администрацией президента, и над целым рядом ведомств силовых, но как раз сейчас, вот, начала последние, там, полтора года резко усиливаться та группа, ну, если хотите, в которую входит и частично Министерство обороны с командой Шойгу и нынешние ФСО, которые действительно его погрузили вот в эту атмосферу заговоров, когда нужно всех бояться, опасаться, нужно везде расставлять только проверенных людей, которые с ним по 10, 15, 20 лет вместе летали в этих трёх серых вертолётах и таскали за ним портфели, и мы это видим именно по кадровым решениям. И сейчас я бы сказал так, что вот очень многие думают, что Путин до сих пор ведущий, он уже перестал быть ведущим, он абсолютно ведомый, управляемый, которого, да, уже мы сто раз про это говорили, сто первый раз, скажем, им управляет. кто же им управляет? Ну, с этого момента поподробнее. Кто войну-то с Украины начал? Что, не Путин? Не-не, я сейчас, да, его поставили в тот самый коридор, в тот самый лабиринт, в котором, на самом деле, выход только всегда один и нужный с помощью вот этих вот папок, с помощью… Он абсолютно неадекватно воспринимает реальность. Вот чтобы нам сейчас, конечно, можно над ним попатронивать, мне даже его в чём-то, ну, как бы, честно скажу, как вы можете меня за это поругать, жалко, потому что он лишён того кругозора и доступа к информации, которая есть у вас, у Геннадия, у меня. Вот как бы сейчас это смешно многим не казалось, там, да, больше 30 тысяч людей смотрят, но тем не менее, да, его действительно погрузили в эту атмосферу, когда никому не нужно доверять. Стоп, стоп, он сам в неё погрузился, у неё, у него, это не ему стали приносить папочки, это он сам создал такую систему, при которой ему было удобнее и приятнее кушать с этих папочек. И, собственно, такая система всегда создаётся при абсолютной власти. Вот тут я с вами, просто Владимир, полностью не согласна. И либо мы говорим, что есть система, нет, сейчас я вам дам ответить на вопрос, либо вы мне совершенно конкретно отвечаете, если есть каких-то там один или два человека, которые умеют манипулировать Путиным и которые ещё круче, чем он, давайте называйте их, страна должна знать героев. Да, мне кажется, что вряд ли этих персонажей можно назвать какими-то героями, но их фамилии, их имена знают все ещё со времён первых расследований про кооператив «Озеро» и до сих пор, собственно говоря, это его ближайшее окружение, которое держит руку на пульсе, является главными бенефициарами всей этой истории, в том числе это и Ротенберги, в том числе и Тимченко, и Ковальчуки и так далее. И именно они контролируют на самом деле вот те самые службы безопасности, охрану, которые вокруг него находятся. Они давно уже отфильтровали, и там людей каких-то независимых, принципиальных, которые служат народу, служат России или служат какой-то службе, нет. Но я не знаю, например, мне интересно было бы услышать мнение Геннадия Гудкова на эту тему, но я просто уверен, что сейчас, на сегодняшний день, в основном, из тех, кто принимает решения ФСО и ФСБ, там большая часть людей так или иначе замкнуты на нынешних вот этих вот, тех самых путинских олигархов, которые стали мульти-миллиардерами, и без согласования с ними не принимается никакое серьёзное решение. Вот, а что касается, ещё раз... Конечно, только это не они олицетировали, а это Путин сам создал такую систему, при которой ему докладывают приятное. Да, меньше всего мне бы хотелось выглядеть в вашем эфире неким адвокатом, знаете, Владимиру Путину, которые были снимать с него ответственность. У меня к нему огромные счёты действительно есть за преступления против человечества и человечности, которые он и его администрация, его силовики устроили в России. Вот, но тем не менее, всё-таки я бы хотел сказать, что вот моя позиция и то, что, из чего я уже исхожу на основе данных целого ряда источников, в том числе и Windows Change, и целый ряд других, кто сейчас за эти месяцы выезжает из России и нам передаёт информацию, я могу с уверенностью сказать, что Путин уже потерял, утратил инициативу, он ведомый. Вот, а ведомый он теми, кто кладёт ему эти папки. Вот, если раньше, там, три, четыре, пять лет назад это были папки из разных подразделений, которым можно было, там, доверять или не доверять, но были разные точки зрения, и одни приходили и жаловались на других, и так далее, и так далее, то не на сегодняшний день, при том, что к нему пытается достучаться, так же, как там тот же самый Сечин во время пожара на той нефтебазе в Белгородской области пытался к нему попасть на приём и просунуть какие-то свои решения, чтобы усилить свою команду внутри ФСБ и в Америке, тем не менее, этого не достиг. и даже если кто-то за этим кругом... Ну-ка, ну-ка, извините, с этого момента подробнее, Сечин не смог попасть на приём к Путину? Я честно скажу, я не знаю, смог, нет, но он несколько дней подряд пытался попасть к Владимиру Путину, когда вот эта база сгорела, но в те дни, по крайней мере, источник сообщает, что ему под какими-то предлогами отказывали, то есть, при том, что его рисуют образ ему как второго или третьего человека в стране, это уже не так. Всё сместилось, контуры сместились, ну, грубо говоря, Сечин утратил контроль над той же ФСБ, утратив контроль над УСБ, ФСБ, на целом рядном подразделении, всё, что за ним сохранилось, это вот какой-то вот этот коммерческий, экономический сектор, управление КАСТ, Качёвым и так далее, но не более того, и того же Феоктистову он потерял, который не смог стать ни директором, ни первым замом ФСБ и так далее. Я просто хочу сказать, что Путин живёт сейчас в той парадигме, нашим источником, когда у него есть действительно те, кого он слушает и прислушивается, и есть ещё какое-то количество людей, которых к нему допускают, но им он, вот как раз прав Геннадий, он не даёт каких-то чётких ответов. Всё, что он говорит людям, всем, ну, попробуйте, и сам смотрит, что вдруг у них что-то вырулит, но тем не менее он опасается, и он очень плотно привязан и замкнут на тот периметр, который обеспечивает его личную безопасность и медицина. Вот в это нужно понимать сейчас. Он уже ведомый. А в чьих интересах, ну, нужно смотреть взрыв корень, кто на этом сейчас зарабатывает. Вот на той же самой войне. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и мы беседуем с Владимиром Осечкиным и Геннадием Гудковым о борьбе бульдогов под ковром, и о том, как сейчас организована власть внутри Кремля и с дороги Путина. Нас по-прежнему смотрят все те же 38 тысяч человек, потому что тролли не оставляют нас своим вниманием, и вот сняли уже своими жалобами нас монетизацию, поэтому не забывайте ширить этот эфир, ставить лайки, распространять на него ссылки. И прежде чем Геннадий прокомментирует эти очень важные слова, Владимир, у меня к вам совершенно конкретный вопрос. Вот вы говорите, ваши источники, это все тот же Windows Change, который писал вам из ФСБ, или у вас какие-то есть новые источники? Это хороший вопрос, действительно, наверное, впервые так можно рассказать на широкую аудиторию, и сначала даже минутку объясниться. У нас мы никогда не были замкнуты на ФСБ и не работали с ФСБ, при том, что сейчас многие почему-то в паблике, да, значит, они с ФСБ работают и так далее. Наоборот, скорее здесь история, к нам начали обращаться люди изнутри системы, увидев конкретные примеры работы с вестерблойерами, инсайдерами и разоблачителями, как мы можем помочь быстро эвакуироваться с постсоветского пространства, как мы можем здесь поддержать, как мы можем какую-то информацию опубликовать и запустить ее таким образом, чтобы действительно были достигнуты не только какие-то там пиар-эффекты с точки зрения медиахвата, чтобы действительно произошли какие-то кадровые решения, как вот по системе ВСИН в прошлом году это произошло. В нас увидели тех, кто не сдает источники и кто результативен. Вот. И у нас не было никогда задачи, у меня и у ГУЛАГу нет, стать Асанжем номер два, с Ноуденом номер три и так далее. Но так получилось, что мы, находясь на территории независимой от Российской Федерации, находясь в определенной зоне комфорта и безопасности, гарантируя безопасность и анонимность нашим источникам, мы сейчас, к сожалению, стали некими ретрансляторами целого ряда источников. Есть Windows Change, это вот группа сотрудников, которые себя представляют как сотрудники ФСБ, и судя по тем данным, которыми они располагают, это действительно люди, которые имеют прямое отношение к Лубянке. Есть люди, вот, например, здесь посылка лежит у меня. Владимир, я хочу прокомментировать и обратить, и вот, что я нашим слушателям скажу, а потом еще это Геннадий прокомментирует, что мне эти источники кажутся заслуживающими очень высокого интереса, не доверия, а интереса, потому что у меня есть ощущение, что это, конечно, люди, которые используют вас и одновременно вы используете их, и это люди, явно не собирающиеся покидать Россию, это целая группа, у нее есть какие-то специфические интересы, она не все, представляет не всю Лубянку, и явно им позволяют вам писать, это просто важное дополнение, после этого, после этих ФСБшников. да, ну вот, я просто могу, да, в кадр не попадает, у меня здесь стоит коробка, вот, которая пришла, да, есть, помимо тех, кто на постоянной основе нам что-то пишет, есть люди, которые, например, разово могут, вот эта вот коробка, в которой был жесткий диск, мы сейчас это разбираем, в нем пришел жесткий диск с огромным количеством файлов из первого отдела департамента военной контрразведки, который мы сейчас расшифровываем, аудиозаписи мы прослушиваем, это данные так называемого НАЗ, Геннадий знает, что это такое, вот, но есть еще и целый ряд тех самых НВД, это негласная аудиозапись, негласное видеодокументирование, первый отдел ДВКР ФСБ, который непосредственно курировал 9-е, 12-е ГУ, МО, это главное управление Министерства обороны, в том числе по ядерному оружию, и нам прислали данные, которые мы, конечно же, в полном объеме не готовы сейчас публиковать, надо все это верифицировать и посмотреть, но там огромное количество и того, что снимали вот эти вот оперативники ДВКР внутри зданий офисов именно Министерства обороны, главков, где принимались ключевые решения, связанные непосредственно со стратегическим вооружением, это уникальный слив, и мы открыли файлы там вплоть до того, что мы знаем, в какой скале, в каких скалах они прячут ядерное оружие там для подводных лодок Северного подводного флота, где там для Тихоокеанского и так далее, то есть там какие-то очень глубокие знания, которые, но честно говоря, нам бы ни в коем случае не хотелось бы наступить на те же грабленные, которые когда-то очень здорово наступил господин Асанж, когда он в полном объеме опубликовал данные, и помимо позитива еще огреб огромное количество критики и обвинений там, чер знает, в чем угодно. Но я могу так сказать, что действительно... Владимир, извините, я перебью, чтобы уточнить, это данные вам ФСБшники слили данные своего наблюдения за Минобороны? Я не знаю, кто это слил. Это вполне... Я допускаю, что те люди, которые нам направили эти материалы, хотели снести как раз руководство Департамента военной контрразведки ФСБ и те, у кого оказались эти данные. Что эти документировали, именно первый отдел, который курирует самые секретные подразделения Министерства обороны, это уже установленный факт. Мы это отсмотрели, наши эксперты это подтвердили, мы нашли несколько подрядчиков, субподрядчиков по тем самым договорам, которые там фигурируют при строительстве арсеналов ядерного вооружения, вот этих вот тайных с разными шифрами. И это договоры о воровстве? Это съемки, записи, да, как все, это в первую очередь, наверное, это больше все-таки не про то, где на карте спрятаны ядерные боеголовки, в каких скалах и в каких арсеналах хранятся те самые там булавые, синевые, калибры и так далее. Скорее, это про гранд-коррупцию, про распил, ну, например, как в Гаджиево, они потратили больше 16 миллиардов рублей при строительстве 16 самых обыкновенных складов, в которых хранятся боеголовки, каждая по миллиарду, на котором с каждого украли по 300, по 400 миллионов рублей. Продолжая вот этой безалаберностью и халатностью высокопоставленных сотрудников того самого главного управления Министерства обороны по ядерному вооружению, когда у них в стратегическом объекте, который был еще построен во времена ГУЛАГа, когда они там в скалах за 20 лет выдолбили какие-то огромные помещения для того, чтобы там в скалах с твердостью пород 10-11 класса хранить в Гаджиево вот эти вот ракеты для подводных лодок, которые загружаются и которые являются таким основой ядерного счета России. Они там рядом бактерии забацали? Нет, хуже. Они начали абсолютно бездумно реконструкцию и там породы, сотни тысяч кубов породы упали, загородили самый главный основной вход и механическим способом разрывать понадобится еще там, не знаю, или новый ГУЛАГ создавать где-то рядом поселять 50 тысяч заключенных, либо механическим способом, в любом случае это речь идет про 10 и более лет, судя по объему. А взрывать невозможно, потому что внутри этой самой скалы, так называемой подскалки, там сотни и сотни боеголовок одна сдетонирует, собственно говоря, не будет больше никакой базы Северного флота. Ну, то есть там и беззалаберность. Владимир, одну секундочку, прежде чем мы перейдем к обсуждению этого архива, это безумно интересно, но у меня вопрос к Геннадию, который скучает, потому что вот все, что мне рассказывает Владимир, меня заставляет предположить, Геннадий в ужасе от того, какой слив пошел как специалист в этой теме. Да, что, нет, сейчас это будет просто самое оно, потому что мы еще про Гаджиева вернемся. Но очень важно описать Сиц и Млебен, потому что у меня ощущение, Геннадий сейчас прокомментирует, что это как раз следствие очень большого раздрая внутри верхушки, и что это ФСБ пытается слить на Минобороны ответственность за проигранную войну и говорить, ну вот какие же они козлы. Геннадий. Да нет, ну тут даже не надо быть никаким специалистом, чтобы понимать, какая страшная война сейчас ведется между различными силовыми структурами. И эта война только началась. Она еще покажет нам массу примеров разоблачений, судебных процессов, исчезновения людей из жизни и так далее и тому подобное. Поэтому совершенно понятно, что они там друг друга жрут. У них там черт чего творится, сейчас никто не хочет отвечать за все эти провалы, за все эти поражения. Они будут там друг друга жраться со страшной силой. Ну, я все время говорю, что пока война идет под Путина. Вот Владимир говорил, в чем я хочу вас, так сказать, примирить вашу позицию, Юлия и Владимира. Он сказал, что Путин не ругался, говорит, что он сам принялся. Ну, я так условно говоря, да. Вот дело в том, что просто придворные, научились Путиным управлять за эти годы. Они знают все его примерные реакции, его, так сказать, представления о том, как должно что-то быть. Они настолько точно чувствуют, что нужно подсунуться ему, что они фактически, так сказать, им манипулируют. Причем он этого и не понимает. И я просто, ну, знаю там от некоторых людей, которые там с цареводцами куда-то ходили, как вот там они с Путиным общались, что ему говорили, как нужно было там пробить тот или иной вопрос. Но это целое было искусство придворное, как нужно управлять Путиным. Какой-то ситуации, чтобы получить необходимый результат. Про его, значит, он не является хромой уткой в том смысле, ну, в таком вот в нашем понимании этого слова, что он там уже все передал, и от него не значит. Нет, это неправда. Он в любой момент может всех поснимать, но если захочет. И если он убедится в том, что снимать надо, такие мысли время от времени его посещает. То, что он сейчас не производит этих кадровых перестановок, он руководствуется принципом, что там пусть лошади плохие, но на переправе менять их крайне сложно, тем более всех. Пусть они пока посидят. Мы попробуем сейчас кого-то подключить, типа там этого Дворника, у которого они подключили из мясника Алеппо. Сказал, что не очень удачно. Ну и так далее. Так вроде уже сняли. Ну да, его не сняли, отодвинули, говорят. Путин, как бы так сказать, все равно он управляет. Он, конечно, передавал добровольно полномочия Патрушу. Ну конечно, с его ведома, с его согласия. Когда мы все время говорили, что были башни Кремля, вдруг кончились башни Кремля, вся одна осталась башня силовая, во главе с Патрушем и никто там ничего не мог рыхнуться. Что касается Кооператива Озера, там тоже тут серьезные изменения. Там часть осталась в окружении Путина. Ну они, как бы так сказать, остались друзьями и товарищами, членами большой питерской семьи, но они не влияют на принципиальные решения. Ну например, война Путина с Украиной это его личная война. Ну как бы так сказать, личная инициатива. Это его, так сказать, больное сознание отомстить, наказать, проучить. Он к этому много лет готовился и навязывал эту картину мира всему своему окружению. Те, кто, так сказать, не попадал в эту картину мира, они не попадали в его окружении, в его милость. Часть оперативовозер отодвинута, они там не решают, они не наказаны, они там не кастрированы, они там не ничего, но они просто отодвинуты, просто они не решают эти вопросы, которые сейчас решает Путин со своим окружением. Ну я имею в виду там Тимченко, ну тот же Ротенберг, он сейчас ничего не решает, потому что, ну просто вот он был человек, которому там Путин отдавал там огромное количество денег, я так полагаю, что часть этих денег типа и был одним из важнейших его кошельков. Ковальчук, говорят, что остался в качестве такого теневого кардинала. Вот, Тимченко нет, Ротенберг нет, кто там еще, этот, Чемизов, Сергей Викторович, да, он сначала был вообще самым крутым, 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 а потом там его тоже под Кузьмиль на этой мусорной реформе, еще на чем-то, на вот этой технике, которая оказалась совсем не такая, да, там же сейчас недаром шутка такая, что новый танк создают с отделением под холодильники, стиральные машины и микроволновки. Вот, поэтому, конечно, вот эта и техника оказалась не той и не в том количестве, и не в том преимуществе, то есть все они как бы сейчас в стороне немножко, они мало влияют. Появились новые акторы, конечно, это в том числе, в том числе его личная охрана, действительно он чокнулся на вопросах личной безопасности, просто чокнулся. И это, конечно, все используют те, кто это личная безопасность обеспечит. Конечно, они ему там сказки рассказывают, и он им верит в эти сказки. Сечин, ну да, он как-то сейчас на вторых ролях потерял частично свое влияние, но я бы не сказал, что он же совсем выпал из обои, но нет, он все-таки Путин, как правильно сказал Владимир, верит тем, кто с ним там по 15, по 20, по 30, по 40 лет. С остальными он намного, так сказать, менее доверчив. Ну вот, почему там Кудрин, например, тот же никак не выпал из обои, хотя вроде бы в оппозицию уходил, там какую-то. Вот, потому что, ну вот Путин знает его много лет, они выросли, как говорится, на кухне у Анатолия Собчака, и они там все были вместе в одной кусоке, кстати говоря, как мне рассказывают, что там Собчак выделял Путина, Сечина и Кудрина в первую очередь. Вот это была такая троица, ведущая в этом питерском окружении. Поэтому, конечно, идут какие-то перестановки. Вообще, Путин, на самом деле, много раз хотел поменять декорации вокруг себя, включая ключевых силовиков. Но все время его что-то останавливает. Ну, там же Бастрекина, что же, там, ну, ужас какой-то, да, смотреть на этого Бастрекина, который там, ну, многие годы там пил очень сильно, по крайней мере, так рассказывают его ближайшие, так сказать, подвижники, подчиняясь. Что-то там, после двух часов, или там, после 12 уже невозможно было к ним попадать, потому что там, нес всякое количество. Ну, я не знаю, может, он сейчас бросил, может, сейчас Медведеву больше пьет, чем Бастрекина, но про Бастрекина четко говорит, что-то там квасил, не просыхает, может, сейчас действительно бросил, с испугу. Поэтому там какие-то перестановки приходят, но Путин остается паханом всей этой компании. Он, да, конечно, изолирован, да, конечно, частично потерял адекватность, да, он частично потерял чувство ритма, вот этой реальности, вот это, он все это потерял, потому что его там, из-за войны, значит, не уходить, там куча врагов, там эти против тебя, эти против тебя, не дай бог чего, он и сидит в этом бункере, но многие довольны. Кот за порог, мыши в пляс, но по крайней мере, остается по-прежнему вот этим котом, который способен с мышами разобраться, если чего, но его возможности сокращаются, каждый день сокращается, 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 понемножку вот эта его изоляция, безусловно, сказывается на его влиянии на страну, на окружение, окружение становится более влиятельным, это правда. Хотя между ними, еще раз, обострилась эта борьба, она сейчас идет по линии силовики, не силовики, и то, что вот там Кириенко получил какие-то там бонусы, портфели, полномочия, вот сейчас, типа как бы возвращается этот баланс башен, ну, по крайней мере, Кириенко хочет это вернуть, этот баланс башен, мы видим, что там, тем не менее, Патрушев позиции не сдает, и если там уже объявили, что российские женщины все без ума от этого матча, ну, так я говорю, очень смешно, тем не менее, это слышали? Да, 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 Юля, а вы не в курсе, что его там какая-то... Не, ну, я тоже вроде бы российская женщина, я как-то не в курсе. Я не российская женщина, но я... У вас есть галстук, вам Патрушев не нужен. Спасибо за намек. Я так... Ну, во всяком случае, я могу сказать, что выбирая между галстуком и Патрушевым, я однозначно предпочту галстука, и я думаю, что большое количество российских женщин будет со мной согласно, а также мужчины. Я что-то как-то... Я либо в Патрушеве должен был это с собой пересмотреть, либо изменить отношения в оценке российских женщин. Мне кажется, все-таки тут обман полный. Женщины наши вряд ли будут такой сейс-символ любить или, по крайней мере, уважать. Патрушев не знает позиции. То есть, раньше пели «Хочу такого, как Путин», а теперь будут петь «Хочу такого, как Патрушев». Ну, так что объявили, Юля, объявили. Вы просто выпали из информационных вот этих новостей, вот этих бытовых. Его уже какой-то таблоид объявил секс-символом России, что российская женщина без ума от него. Вы его видели так это? Хотя бы на фотографии-то. Я не знаю. Я не женщина. Может, какая-то есть особенность женской психики. Но я, чем-то очень сомнился от этого. Напоминаю, что мы говорим уже почти час. Это на самом деле плохо. Мы слишком долго говорим, хотя мы обсуждаем очень важные вещи. Я призываю наших гостей к краткости. Я призываю улучшиться в следующие 15 минут и обсудить несколько очень важных тем, включая, собственно, недовольство внутри армии и внутри ФСБ тем, что происходит. Но перед тем, как мы вернемся к этой теме, я хочу напомнить нашим слушателям, чтобы они не забывали подписываться на наш канал, шерить и ставить лайки, противодействовать злым троллям, которые нам гадят. А пока я хочу вернуться к тому, что сказал Владимир, потому что вы меня совершенно поразили. Что вам еще вот в этих дисках передали, рассказ, что вас потрясло в рассказах об коррупции в Министерстве обороны? Да, до конца даже рассказывать, честно скажу вам, признаться, страшно, страшно. Это реальный страх, потому что тот объем информации, который на бедных правозащитников свалился, он, конечно, мы его не можем осознать, до конца принять. Но действительно начали происходить события, где мы поняли, что мы не главные в этой истории, мы действительно находимся в каком-то огромном водовороте информации, которая проходит через нас. И в данном случае у нас здесь сейчас есть даже внутри команды не то, что разногласия, но у нас, в общем, есть дискуссия большая, что с этим делать, как в этой истории выжить. Поделитесь с Беллинкетом или с Конфликт Интеллект Интеллект Инстим. Это точно, у нас нет никакой истории про монополию, про то, чтобы выстроить какую-то стратегию, за счет этого стать еще более известным. Но у нас все в этом плане нормально, мы себя хорошо чувствуем. Если, пользуясь случаем, сейчас нас кто-то смотрит из Беллинкета, из команды Алексея Анатольевича Навального или из какой-то другой команды расследователей, кто готов подключаться к расследованию гранд-коррупции в российской армии и работать с нами, welcome, звоните, пишите, и мы объединим усилия. Это важно сказать. И мы, чтобы, да, я на всякий случай, знаете, чтобы себя обезопасить, вот та история, которая нам пришла на дисках, мы, конечно, уже все это, у нас технология отлажена, мы это все уже откопировали, отправили нескольким журналистам, с кем вместе мы проводим расследование, снимаем большие документальные фильмы о том, что происходит в России, вот, но в первую очередь, конечно, было связано со спецслужбами и с пыточными конвейерами, но подстраховались и отправили. И в ближайшие недели у меня встреча за встречей идут такие большие важные встречи с профессорами целого ряда западных университетов, потому что мы приняли для себя решение отдать все наши архивы в западные университеты с тем, чтобы это было полноценно изучено и сохранено не только у нас. Это вот так вот на секундочку, на всякий случай, тем, кто вдруг там в Москве сейчас смотрит на вас, подписан, смотрит и думает, они отправят ли-ка бригаду с новичком, в общем, конечно, мстить нам, наверное, уже поздно. Уже поздно. Можно, но это будет бессмысленное и бесполезно. А вы еще на открытый сайт выложите. Владимир, а вы еще на открытый сайт выложите. А вот здесь, как говорится, мы не хотим наступить на те грабли, когда господин Ассанж все это выложил. И я еще раз говорю, там разные последствия были у всей этой истории. В общем, с точки зрения гранд-коррупции расследования, мы за, с точки зрения того, чтобы все это привело к дестабилизации пожилого старика, и он начал там нажимать на кнопки, на которые у него хватит сил нажать, мы здесь действуем вполне осторожно, прекрасно осознавая действительно стоимость и важность информации, которая у нас есть. А теперь, если позвольте конкретики, вы спрашиваете. Вы хотите сказать, что у вас такая штука, вам прислали такую штуку, что пожилой, наш император Уди может от ужаса нажать на ядерную кнопку? Ну да, если у нас, еще раз говорю, информация есть просто полностью и про спецстрой, и про все соответствующие вот эти густые разные территориальные их подразделения, есть все. Начиная от каких-то там тайных радаров, шумоподавления и наведения в Калининграде, которые возведены под одним соусом, а на самом деле там другая система, заканчивают тем, где у них стоят эти сливные бачки для вот этого опасного топлива для Искандеров, там под Улан-Удэ и по целому ряду других адресов. И я еще раз говорю, по всем этим историям, где у них ядерные бык-галовки, не, информация для нас шокирующая, но еще раз подчеркну, Владимир, извините, пожалуйста, об этой информации, извините, в этой информации из нее следует, что ядерная кнопка у Путина скорее есть или скорее нету, или она прогнила, ее украли? Ну, как, ну, прямой ядерной кнопки, конечно же, нет. Там ключевое решение будет принимать минимум 8 офицеров разных служб. Я имею в виду другое. Если вам прислали информацию о воровстве, там ядерную бомбу то не украли, не распилили и не сделали из нее, я не знаю, дачу генералу. Ну, я думаю, что это не военная тайна. В общем, в целом, ряде шахт красили ракеты, меняли пломбы, но на завод они не отправлялись, не перевозились. И те элементы, которые должны сменяться по нормативам там каждые 5 и 10 лет, в целом, в ряде случаев речь идет про фальсификацию всего этого. И те люди, которые испытывают иллюзии, насмотревшись российской пропаганды, что есть какой-то суперрабочий ядерный щит, когда в стране ничего толком нормально не работает, но вот ядерный щит точно взлетит и куда-то полетит, я могу им сказать, чтобы они начали уже прямо сейчас волноваться, потому что большая часть либо не полетит, а начнет взрываться там, где находится, либо будет падать не совсем туда, куда это все будут направлять. И тем, кто бряцает оружием и считает, что что-то там Россия может навредить кому-то, в первую очередь, если все это будет задействовано, она навредит очень круто самой себе. и большая часть тех людей, которые у центра принятия решения, они это прекрасно понимают. И за вот той самой грозной маской, за которой они хотят всех напугать в последний раз с тем, чтобы Запад отпрянул и отдал на съедение Украину, все это не так. Все это от самих собственных страхов, фобий и понимания того, насколько там все внутри в плачевном состоянии. Но еще раз подчеркну, для нас в первую очередь имеет значение не какие-то там военные тайны и месторасположение ядерного щита и другие. Нет, в первую очередь нас это заинтересовала информация именно с точки зрения того, какой объем денежных средств из бюджета Российской Федерации выделенный на обновление российской армии похищен. И речь идет про триллионы рублей. И вот сейчас я думаю, что во второй половине 2022 года это как раз та самая история. То есть очевидно, что те, кто нам все это отправляет, рассчитывает на какие-то волны публикации, внимания, огласок, документирования с приносом всего этого в папочках и с принятием каких-то кадровых решений. То есть условно, те, кто стоят за этими сливами, я думаю, по большей части это как раз те самые бенефицары какого-то изменения внутри России. Другой вопрос, что судя по тому, какая информация нам поступает, видимо, как минимум две разные группы влияния отправляют эти самые архивы, документы и вопрос в том, кто из них кого одолеет и победит во всей этой истории. Но с точки зрения нас, как правозащитников и тех, кто пытается бороться с коррупцией в России, нас интересует, конечно, кто на этом сколько украл. и у меня было очень неудачное интервью где-то неделю или две назад с одним украинским влогером. И вот он каждые пять минут старался подчеркнуть, что вот как хорошо, что все это украли и благодаря этому как раз вот в Украине еще все более-менее нормально и есть шанс в общем защититься. А я хочу как раз объяснить, он меня не слышал абсолютно, он хвалил наших российских коррупционеров, говоря им спасибо каждый раз за то, что сколько они украли. А я хочу еще раз озвучить важную мысль, что эту войну развязали и начали. Понятно, что Путин принял это решение, находясь в этом коридоре, как мышку подвели к этому выходу, в мышеловку его загнали, но те, кто все это сподвиг, они как раз придумали эту войну и начали для того, чтобы списать огромное количество убытков, хищений и пролонгировать как минимум свое нахождение у руля силового блока, в том числе в Министерстве обороны и в Департаменте военной контрразведки, чтобы оставаться и не быть арестованными, не попасть в Лефортово, чтобы их многие-многие многомиллиардные виллы, резиденции рядом с Новоогорёво, между Новой Ригой и Рублёво-Успенским, чтобы это все не конфисковывалось, чтобы не конфисковывались счета их детей, племянников, бабушек, дедушек, дедушек и друзей. Владимир, извините, мы мысль эту поняли, а у нас осталось не так много времени, а вы владеете сейчас необыкновенным объемом информации, можно БЛИЦ? А вот вы говорите, что ракеты не сливались и, соответственно, несмотря на то, что они стояли в боевом дежурстве, они практически, насколько я понимаю, это должна речь идти, о жидкостных ракетах с жидким топливом, то есть это ракеты типа «Сатана», это «Воевода». Вопрос, а вот все вот эти вот «Посейдоны» и «Боревестники», они есть или нет? Конечно, они есть. Вопрос лишь в том, что всегда на кадрах они показывают успешные запуски, успешные пуски, и никогда в жизни пресс-службы Министерства обороны и пиарщики «Шойгу» не покажут то количество ракет, которые не взлетели, взлетели и упали не туда, долетели, но не сдетонировали или задетонировали, но не в том объеме, в котором ожидалось. Огромное количество за кадром остается того, что и не работает. И вот не случайно Геннадий вспомнил те же самые там танки «Армата», которые должны были, это для примера, давно были быть уже поставлены в армию, но это до сих пор в общем рекламные ролики. Вот это все куда ни коснись, что флагман Черноморского флота, который теперь нет флагмана, и даже этот раздел сайта Черноморского флота убрали. Это вот невозможно, но невозможно сделать так, чтобы везде все воровали и были квартиры с огромным количеством наличности, а какое-то отдельное главное управление Министерства обороны, которое занимается там ядерным вооружением, ну было просто, блестело, как золотые медали. Из других примеров, которые вас больше всего поразили, вот помимо ракет, что еще? Ну, конечно, глупость тех людей, которые все это делали, когда ставят арсеналы, и вокруг них ставят громоотводы, по которым просто со спутника, ну прекрасно видно, что там на самом деле. Конечно, поразили системы откатов, вот, какое количество денежных средств похищалось, похищалось, поразило выражение якорный подрядчик. Да, я не знаю, слышали вы, встречали это или нет, это, в общем, те самые фирмы-подрядчики, которые согласованы Шойгу Цаликовым и Ивановым и Юрьевым для того, чтобы обслуживать те или иные стратегические направления, и чтобы именно с ними заключались госконтракты по завышенным стоимостям. Поразило то, что на сегодняшний день на балансе Министерства обороны более тысячи НЗП незавершенных производств недостроев, через которые, на дострой которого тратится в полтора, в два раза больше денежных средств по нормативам, по тем шифрам. Но огромное количество всего поразило, вот, ну, много всего, печальная на самом деле история, печальная, все разворовали, все раскрали, вот, а самое главное, все потратили бездарно, то есть, все до чего вот эти вот воришки из Министерства обороны и соответствующих подразделений ФСБ их курирующих придумали, это настроить, это повторять, стать новыми ротенбергами, условно, с теми же самыми там по 3-4 тысячи квадратных метров резиденциями на Рублево-Успенском шоссе, с тем, чтобы в каких-то французских 15 века замках вырубить камины и отдельными бортами привезти, вмонтировать в свои новоделы какие-то камины, и сидеть, пить вино стоимостью по 10 тысяч евро за бутылку и считать, что они новая российская аристократия. Но вот эта вся история, вот чем больше мы там изучаем, тем больше это просто, это нет каких-то злых гениев, это просто какая-то пошлость, бездарщина и, ну, по сути дела, в результате, я просто уверен, что со временем будут проведены полноценные международные расследования и огромное количество людей будет шокировано, настоящие мотивации тех, кто принимал решения о подделке тех или иных папок для того, чтобы, в общем, вот этого пожилого сумасброда подтолкнуть на такие решения. Геннадий, а у меня к вам вопрос. Напоминаю, что это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и напоминаю, что не забывайте подписываться на наш канал и завершая эту программу, Геннадий, какие шансы на недовольство в армии тем, что происходит, как войной, так и таким вот воровством? Ну, вот я хочу сказать, как я вижу, Владимир много очень правильных, интересных фактов сказал, да, я думаю, что их будет еще больше сейчас. Я бы, например, поделился сейчас Фактов он сказал мало, я бы хотела побольше. Ну, хорошо, хорошо, ладно, он сказал какую-то информацию, сказал, представитель, я думаю, что надо показать частично это и украинцам, которые ведут сейчас войну за всю цивилизацию. Я что хотел сказать, вот Путин начал войну, это, конечно, его инициатива, а дальше, вот надо понимать, в каждой войне, в каждом конфликте каждый играет свою игру. Толовики списывают украденные, в боях, там какие-то строители и прочее, там каждый решает свою задачу, каждый решает какие-то свои утилитарные вещи. Поэтому, вот, надо понимать, что не потому, что там нужно списать, война началась, не потому, что там нужно что-то там украсть, а война дает возможности, и эти люди в войне реализуют то, что у них там болит. Кто-то хочет скрыть, как это в складе известном там, как не бриллиант, как это называется, операция «Ы», да, все уже украдено до нас, надо списать, провести какой-то грабеж, показать, и все списать на этот грабеж. Поэтому, совершенно очевидно, что каждый там играет свою роль. это вот первое. Есть доктрина, путинская доктрина, путинская безумная идея создания империи, уничтожения Украины, втягивания в Российскую империю, чтобы неповадно было, раз, и второе, никогда украинцы не жили лучше русских, иначе это угрожает его режим. Это кучевая момент, все остальное на это налепляется. Сейчас, значит, ситуация какая? Она очень острая. В ближайшее время, как только начнется изменение на фронтах, оно начнется, то будут искать уже козлов отпущения. И этими козлами отпущения по логике должны стать высокопоставленные генералы. Они уже там частично есть кандидаты. Там, правильно говоря, что Дворникова этого задвинули, с Шойгу там не все в порядке, с Герасимом там какие-то серьезные проблемы. И еще со многим, многим, причем будет искать этих козлов отпущения и в департаменте военной контрразведки, и в ФСБ, и везде. И вот здесь очень острый момент. Либо Путин, всех этих генералов делают козлами отпущения, говорят, из-за них мы эту спецоперацию ведем в 100 дней, ничего сделать не можем, из-за них мы терпим поражение, потому что они козлы недооценили, не сделали того. Либо генералы, которые сейчас понимают, что Путин ставит нереальный задач, что Путин армию бросает, что армия не снабжается, что топлива не хватает, техники не хватает, тылов не хватает, логистики не хватает, ничего не хватает, боюют в ладьи головы. И там потери-то сумасшедшие, на самом деле. Сумасшедшие потери. Мы же знаем, что там бывают такие, что под 40-60-80% погибает от денег, подразделений. То есть, большие потери. И вот в этот момент генералы могут и сделать козлом отпущение самого Путина, потому что это он их втянул в войну, он их заставлял 150-тысячной армии покорить Украину, он их руководил и, так сказать, давал команду со всех сторон нападать на Украину, включая там Киевское направление, Черниговское, Харьковское и так далее. Плюс еще по югам. Они наверняка говорили, что надо сосредоточиться где-то в одном месте, потому что сил не так много и нужно там превосходство, ошламляющий эффект, а не быстрота и нужно к этому готовиться. Наверняка Путин говорил, что не-не, мы там, если нас не ждет легкая прогулка, мы все знаем. И вот они сейчас начнут друг на друга все это валить. Все, что нам необходимо, это серьезные успехи на фронте украинцев. Как только они пойдут, там такая вылезет грязь, там такая вылезет информация, там столько будет слива, что Слимлер будет просто отбрыкиваться, отбиваться от этих папок, от этих дисков, от этих флешек и так далее. Он тогда вот в них утонет, потому что слив будет по всем фронтам гигантский. И они все будут друг друга топить. Включая обвинять Путина, что это он выжил из ума под старостью, что это он, так сказать, одержим какой-то как бесами идеей разгромить, покорить Украину затеял всю эту авантюру, вверх страну, жуткие санкции, то есть там будет по полной программе грызня. И вот мы сейчас посмотрим, кто кого. Понятно, что сейчас под Путиным борьба, да, там ФСБ с Министерством обороны, такой-то, как Ларакоута, эти против этих, гражданские галстуки против силовиков. Все друг с другом грызутся, никто друг друга не любит, все воюют друг против друга. Но это все под Путиным. А вот самый интересный момент будет, когда начнется действие против Путина. И я думаю, что подготовка к этому же не будет. И я думаю, что вот эти сливы, вот эти отдельные высказни, вот эти отдельные выступления, отдельная утечка информации о неудачах на фронтах, это все подготовка к атаке на самого Путина. Вот я думаю, что это будет, мы это увидим, мы доживем до этого, потому что я думаю, что до этого может быть там месяц, два, три. Вот. И это будет самое интересное шоу. Тут надо так столько попкорна запасать, что мама не горюй. Вот я думаю, будет развиваться ситуация в самое ближайшее время. То есть кто-то должен кого-то замочить. Либо Путин генералов много, ну, либо генерал, защищая себя, свою карьеру. Опасно и страшно остаться без должности, без влияния, гонимым, обвиняемым, каких-то чудовищных, так сказать, там провалах, ошибках. В России это крайне опасно. Это опасно для жизни, для свободы, для здоровья. И они будут, они будут вынуждены защищаться, тем более перед слабеющим, дряхлеющим Путиным, который, наверное, действительно имеет серьезные болячки. У него нет такого драйва, у него нет такой воли, у него нет такой, уже, как бы, так сказать, такого везения, какое было. И я думаю, что очень дороже, что мы к концу лета, к осени увидим бой, который могут дать Путину те люди, которые вокруг играют. И тут его никакой ФСО не спасет, поскольку этот вопрос будет касаться именно политического имиджа вождя. Ну да, ФСО, когда говорят системы залпового огня, не очень сильно помогает. И, Геннадий, у меня к вам очень важный вопрос. Это, собственно, в развитии того, что вы говорили. Потому что все время правления Путина, Путин, на самом деле, держал армию на достаточно вторых ролях. Возле него было ФСБ, возле него было ФСО, а армия, это были такие, ну вот, малоинтеллектуальные сапоги. Он явно боялся армейского переворота. Я думаю, что он сознательно мирился с непрофессионализмом армии, лишь бы она его не свергла. С моей точки зрения, каждый раз, когда идет война, волей-неволей, роль армии в обществе резко возрастает. Вот с вашей точки зрения, роль генералов в обществе сейчас возросла? Не в обществе. Она возросла в элитах. Вот я считаю, что общество сейчас достаточно инертно. А вот в так называемой верхушке... Извините, Геннадий, я не точно задала вопрос, вы совершенно точно поправили. В элитах, конечно. Да, потому что сейчас огромный гигантский разрыв между вот этим окружением Путина. Меня все время ругает. Чему ты, Гудков, говоришь про элиты? Это не элита, двор жулики. Ну какая элита есть из воров жулики? Верхушки. Тем не менее. Других писателей у нас нет, как когда-то Сталин. Вот поэтому вот эти вот путинские элиты воровские, они не простят вот этого. Они находятся в состоянии глубокого шока. Они должны будут защищать себя. Они должны будут как-то оправдаться. Они должны будут что-то сделать. Многие из них мечтают вернуться к прежней жизни. Они же всех выкинули. Они же теперь ни на Запад, ни на Восток, никуда поехать не могут. И поэтому генералы сейчас вот в этих элитах, они, конечно, их вес возрос. И мы, Юль, ну мы с вами слушали, да мы все мы здесь присутствующие в эфире слушали разговор там двух полуполковников российских, где они от Шойгу там не оставили мокрое место. И уж как они его там называли. Я не слышала, честно. Извините. Я лучше признаюсь сразу. Поэтому я думаю, что многие не слышали, поэтому расскажите. Знаете, как вы, ну они там Шойгу и дилетантом, и бездарем, и там парадным этим, они кем только его не обзывали. В анекдоте, говорит, папа с лестники упал, мама спрашивает, что сказал маленький мальчик, он говорит, мат приводить? Он говорит, нет. Ну тогда падал молча. В общем, они молчали, про Шойгу и мат. И Шойгу, и Герасимова, и всех там в Кремле перемыли кости. Был перехваченный разговор, он в сети есть. Я не знаю, Володя слышал? Наверняка, мне кажется, слышал. Такой яркий диалог был. И там, они отражали мнение, но я его и раньше знал. Шойгу не является в армии авторитетом. Шойгу с этими его звездочками, он с ветком медальюстом. Юрий, у него медали такие, у меня этих медалей было полшкафа. Когда я был зам. представитель комитета безопасности, депутат, у меня этих медалей было полшкафа. Там 850 лет Москвы, 200 лет там МВД, 250 лет какому-то там СИН, какая-то еще медалька там. И у меня этих медалей, если бы я сейчас, как Шойгу бы, сделал себе иконостаз, или потом на это, я бы тоже такое впечатление, что я там лично брал Берлина и водружал красное знамя над Экстагом. Вот они когда видят Шойгу с его вот этими юбилейными медальками, они звереют, военные. Они звереют, потому что это вот такое позерство, это такое вот какое-то фанфаронство, не знаю, есть такое слово, есть какое-то, да, это какое-то вот такое, это вызывает ярость, когда они видят вот этого пиарщика. Кто такой Шойгу? Это путинский, так сказать, прихвостик, в прямом смысле этого слова, который когда-то ему дарил лабрадора Кони, показав этим подарком, что он готов к собачьей преданности, и Путин принял собачьей преданности, который великолепный пиарщик, вот это единственный качеств, который у него нельзя отнять, который достаточно коррумпированный, по полной программе, так сказать, все, извините, заражение Рыла в пуху, коррумпированный военачальник, которым его управляют. Но он совершенно не профессионал, и армия его, в общем-то, как военного не воспринимает никак. Как лоббиста, который может пойти к Путину. Я правильно поняла, что когда мы ведем речь о том, что либо генералы сожрут Путина, либо Путин сожрет генералов, то Шойгу в это уравнение не входит. Шойгу сожрут вместе с Путиным, если что. Если он сам что-то не придумает, какую-то тонкую, сверхтонкую интригу. Потому что Шойгу отличается от всех придворных тончайшим чувством конъюнктуры и пиара. Вот я знал многих людей, но вы их тоже знаете, я потом как-то за римкой чая расскажу, которые сказали, что Генна Телк, знал раньше министров МЧС? Я говорю, нет. А после Путина знал, я говорю, ну я знал, потому что я с ними работал, со многими там я их знал. А вообще я понимаю, к чему вопрос. Вот. Да, а Шойгу вы все знают. Да, это, говорит, политическое животное. Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну там один мне олигарх говорит. А он говорит, нет, это в хорошем смысле, я говорю. Это человек, который не может без политики, без интриг, без вот этих вот пиара жить. И он очень точно это чувствует. Это, пожалуй, единственный его выдающийся качество Шойгу. Во всем остальном он профан. Во всем остальном он профан. Вот. И армия его в этом смысле, военного терпеть не может. Итак, ваш прогноз, что у нас месяц два-три, и кто-то кого-то замочит. Либо Путин генералов, либо генералы Путина. И вот нам Владимир как раз рассказывает о том, что на этих генералах клейма ставить негде. И это ему слили, судя по всему, те люди, которые боятся, что генералы замочат не только Путина, но и их. Я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем заканчивать наше повествование. Но у меня буквально секундочка объявления. Владимир, не хотите ли вы чего-то добавить к этой прекрасной картине в заключение? Больше всего, что вам, и то, что всего, я уже задавала этот вопрос, то, что всего вас больше всего поразило в этом досье. Ну, если позволите, Юлия, я просто, да, в продолжение того, что сейчас сказал Геннадий, буквально одну минуту себе позволю добавить вот по две те сценариев там Путин, генералов генерала Путина, на сегодняшний день ФСБ получило задание собирать папки компромата практически на всех командиров в частях. То есть, по сути дела, сейчас целая бригада ФСБ работает по сбору компромата против военных для того, чтобы начать арестовывать тех, кто попытается выйти из вот этой системы лояльности, преданности и исполнение любых, даже самых аморальных, низменных, незаконных приказов. Это первое, что мы должны понимать четко, что с помощью компроматов именно на сегодняшний день управляется нынешняя армия. То есть, не за счет какой-то великой идеи или там защиты России, а Шойгу и Путин пытаются взять под контроль армию, прекрасно понимая, что она как раз может выйти из подчинения за счет компроматов, чтобы начать арестовывать в случае чего командиров тех или иных частей. На генералов в папке уже давно собранная произошла отрицательная селекция. И вот главное открытие для меня, помимо масштабов коррупции, это понимание того, что за последние более чем 10 лет на самый верх попадали люди именно за счет той самой отрицательной селекции. Тот же самый всем известный Герасимов, это человек, который раньше возглавлял западный военный округ и у которого была тоже своя команда тех самых так называемых якорных подрядчиков, субподрядчиков, с кем они вместе пилили. И когда они приходили на совещаниях, приезжали какие-то молодые коммерсанты, мальчики, девочки, которые просто генералам давали листик, говорили, вот эти 30 самых вкусных объектов я забираю на следующий год. И действительно забирали, забирали денежные средства, большую часть не достраивали, либо достраивали совсем не так, как изначально планировалось. Поэтому есть четкое понимание того, что на сегодняшний день те честные принципиальные, которые когда-то возможно и были в российской армии из генералов, их сейчас там нет. Огромное количество людей, которые просто замараны в коррупции. И самое главное для меня открытие, это даже не масштабы хищения и не объем слива, а это понимание того, что на сегодняшний день именно российская армия Министерства обороны, это такая большая мафия, на которой огромное количество папок на Лубянке. И это то, что отличает российскую армию, именно, мы говорим там, офицерский высший состав, от той же самой Франции, США, Англии, Германии и даже Украины. Это огромное количество коррупционеров, на которых есть папки. И вот как эти папки будут реализовываться, мы посмотрим, я думаю, что в ближайшие месяцы будет очень понятно здесь. Владимир, коль скоро вы заговорили о папках на тех, кто воюет в Украине, у меня и к вам, и к Геннадию тогда очень важный дополнительный вопрос, он называется дополнительный блиц. А сейчас в Украине из украинских портов вывозится зерно, вывозится металл, не только из портов, у фермеров отбирают. Ну, я уж не говорю про знаменитые стиральные машины, понятно, что это не генералы воруют, это на низшем уровне. А вам что-то известно о том, кто это ворует, и кто за этим наблюдает, и кто на это пишет доносы? Ну, если позволите, Геннадий, вы или я, кто будет первым? Давайте вы, Владимир, а Геннадий добавит. Да, Я помню, спасибо. Да, спасибо большое. Ну, здесь есть чёткая стратегия, вопрос не в том, что они там крадут зерно, хотя, конечно, это хищение, это кражи, вопрос в том, что Путин и его окружение сейчас пытаются найти какой-то противовес западным санкциям, и то, что они делают, с одной стороны, это поток мигрантов в Европу. Миллионы людей приехали, это, конечно, удар по экономике Европы. Вторая история, то, что они сейчас хотят разыграть карту возможного будущего голода в Африке и на Ближнем Востоке с помощью того самого дефицита зерна, поэтому та история с зерном, то зерно, которое есть в Украине и которое захвачено, оно сейчас будет вывозиться в сторону России, Россия в ближайшие месяцы будет шантажировать и говорить, а мы вам не будем продавать зерно, и зерно мы будем продавать только тем странам, которые нас будут так или иначе поддерживать и помогать во внешней политике. То есть зерно здесь будет так же, как история с мигрантами, это какие-то карты, которые они, к сожалению, разыгрывают. То есть они будут играть не против Украины, а сейчас война идет гораздо более серьезная с точки зрения экономики и зерна, и других направлений, которые не так понятны, как зерно. Стратегию Путина мы сейчас не обсуждаем, мы обсуждаем именно кто на этом конкретно наживается из генералов, потому что я слыхала, что там между ФСБ и ГРУ, особенно в ДНР и ЛНР гигантские терки, и каждый из них одни крадут, а другие пишут доносы. Что касается кто конкретно наживется, я думаю, что здесь так примитивно, чтобы какой-то генерал на глазах у всех изумленно там нажился и заработал какие-то миллионы долларов и евро, я в это не верю. Я еще раз говорю, что зерно будут использовать как... А вот мы сейчас, знаете, нет такого, не должно быть иллюзии, что вот есть какое-то отдельное ведомство ФСБ, а есть отдельное ведомство Министерства обороны, там кланы, там клановые абсолютные истории, это разные группы влияния. Есть клан, например, еще раз говорю, Шойгу, Цаликов, Иванов, вот правильно говорил о чем Геннадий, который абсолютно не имеет никакого отношения к армии, к военной службе и к медалям, но занимают самые первые три позиции в Министерстве обороны. Есть срочные вместе с ними генерал Юрьев из ДВКР, который крышевал все их коррупционные схемы, вот это есть один четкий обозначенный контур, есть другой контур внутри ФСБ, это там Алпатов, Королев и так далее. Есть третье направление ФСБ, это Кулешов с теми, кто к нему сейчас поремкнул, тоже первый замдиректор, так же, как Королев. Там разные башни, которые сейчас дерутся, я не думаю, что кто-то сейчас попытается именно на зерне нажиться в том смысле, что обогатиться. Еще раз, они будут бить зерном, они уничтожают сейчас в Украине посевы, поля, они будут устраивать пожары там, где будет вызревать зерно в той части, где еще не происходит военные действия, туда будут прилетать какие-то поджигательные ракеты, они сейчас будут обескровливать с точки зрения зерна Украину и играть на этом во второй половине 2022 года, так же, как они собираются на газе к зимнему периоду Европы играть и шантажировать. То есть, это стратегическое направление такое же, как и газ. Ответ понятен. Зерно – это стратегическое решение Путина. Геннадий, по поводу разбой царящего в Украине, у вас будут какие-то комментарии? Я думаю, что это общая магистральная линия, она где-то прошла на совещании в Кремле. Дана команда тащить все, что можно тащить в Россию. Поэтому каждое ведомство по своей части занимается, ведомство ищет исполнителей, договаривается. Кто-то с ДНР структурами, кто-то с армейскими структурами, кто-то с какой-то там логистической структурой, наверное, а скорее всего армией. И идет поток ворованного в Россию. Он идет совершенно осознанно как государственная добыча, как трофеи. Ну, а то, что там прилипает к рукам, половина как минимум, то, что там есть сделки. Ну, я просто помню, как эвакуировали наши войска с Кавказа. Там все было построено на взятках. Там все мы передаем такой-то объект. Но там-то задача не так была коррумпированная сильная армия. Но тем не менее, очень много было людей, которые там убили. Кавказа. Ну, я был свидетелем на Кавказе. Я был депутатом, избранным не только в Подмосковье, но еще гражданами России, проживающими в Закавказе. Стоп, так Кавказ вроде пока входит в состав России. А, имеется в виду Закавказье. Я говорю, Грузия, это Закавказье. Да. Закавказский военокруг. Я же видел, как там в Грузии это происходило. да, там прям вот конкретно продавали все объекты. Хочешь, мы тебе продадим вот это здание. Ну, как продадим? То есть, ты нам заплатишь, а мы там делаем так, что мы тебе его передаем и все. Хочешь, мы там это тебе отдадим, то отдадим с оборудованием, а то можем оборудование вырваться корнями, ты там замучишься. И вот там постоянно продавалось вот это все, так сказать, теневым, черным образом. Я думаю, что сейчас примерно так, легче списать, что везли 10 к нырном, попали на мину, 5 сгорело. Сгорело ли 5 машин или они пошли куда-то лесом там в другое место? Геннадий, что у вас случилось? Всегда же поле боя всегда остается мародерами. кто придумал? Право французская пословица? Поле боя всегда остается мародером. Вот и сейчас это поле боя осталось мародером, который выполняет типа государственные задачи. Естественно, там половина идет в карманы. Мародеры выполняют государственные задачи. И на этой прекрасной ноте я думаю, мы начнем, то есть мы, собственно, завершаем наше повествование, где мы говорили о борьбе бульдогов под ковром и о том, как себя чувствует тот, кто сидит на золотом троне на этом ковре. Напоминаю, что это была Юлия Латынина. Это был Владимир Осечкин на канал, который на фейсбук, которого мы обязательно поставим здесь ссылочку. Я думала, что уже есть ссылка, оказывается, мы еще не поставили. Естественно, мы поставим также ссылку на канал Алексея Арестовича, который был в первой половине нашей программы. Большое спасибо Геннадию Гудкову, большое спасибо Мишу Миреру. Я даже сразу анонсирую, что помимо субботнего кода доступа у нас будет Андрей Иларионов с вопросом о том, когда Путин задумал эту войду. Это очень интересно обсудить с Андреем Николаевичем. Я думаю, напоминаю, что он просто был, помимо всего прочего, советником Путина, который много внутри, изнутри в этот момент ключевой для России, как сейчас выясняется, наблюдал. Я думаю, что Путин задумал эту войну очень давно. Но, впрочем, я не буду предвосхищать события, тем более, что я не могу говорить за Иларионова. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто не забывает на нас подписываться. Спасибо всем, кто помогает нам донатами. Спасибо тем, кто, если он не может помочь нам донатами, соответственно, шерит и ставит лайки. Напоминаю, что есть мой телеграм-канал, в котором я время от времени пишу, даже я могу похвастаться, что вот история о том, что под Северодонецком готовится гигантская ловушка российской армии, я два дня назад написала в моем телеграм-канале, и только вчера у меня гораздо большая статья на эту тему вышла в новой газете Европа, которую я вам также советую не забывать читать. А пока у меня сегодня еще три записи, поэтому большое спасибо всем, кто с нами был, и до новых встреч в субботу. Спасибо. Всем доброго вечера. Геннадий, Владимир, спасибо огромное, и Кату Галстуку спасибо за то, что он эту политинформацию слушал. Слушайте, он у нас стал жирный, как генерал. Даже не шевелится. Судьи по всему в прошлой жизни. Так, я начинаю отключать все. Да-да, я поэтому специально еще пока ничего не говорю. Но злобные, смотрите, Даш, как нам написали эти гады-то все, монетизации не то, что нету, я проморгала время, когда ее...